Итак, пьеса Николая Калебы «В Москву разгонять тоску» Провинциалки. Лирическая комедия в двух действиях. Действующие лица. Надя, 17 лет. Жулька, 17 лет. Три дня зимних коллегул в прекрасном городе Москве! Первое действие. О, Великая Вечная Армия! Где невластны слова и руки. Где все рядовые, без маршра и фермы. Откуда взялась эта песня? Она в подъезде раньше. Она звучит на лестничной площадке, в лифте. Она проходит в двери однокомнатной квартиры. Данила и гуляет по ней. Часы в квартире провели гулкой семь раз. И песня, будто испугавшись чего-то заболу. На лестничной площадке появляются Надя и Жулька. Девочки радостные, возбуждены. А впрочем, они всегда радостные, возбуждены. Отбежались. Жулька, я поняла Надя, я все поняла, все. У них есть работы, только с 7 утра. Или у них вообще не работают по субботам. Я все поняла. У кого у них? Ну, Ник тут, в Москве. У москвичей, поняла? Ну, экономят электроэнергию, горят за звание дом родцов, обыта. Ты экономишь, что мы мало, даешь, перестроим, подогоним и перегоним. Какой это этаж? Где у меня записная книжка? Жулька, у меня тоже есть записная книжка. Тебе бы на мать записывал. А я сама записала, он мне вернее не спорит. Но один тот жадный все равно. Да не спорь ты ему, честное слово. Всю дорогу спорит. Говорит, ты всю дорогу споришь? С чего ты взяла, что в метро сейчас была Алла Пугачева? С чего? Ну, а кто же еще? Она, конечно. А рядом с ней стоял Леонид Куравлев. А ты что думаешь? В Москве тебе тут на каждом шагу будут стоять, что ли, да? И Пугачеву, и Куралев, и Гирковский, и Игорь Николаев, да? Совсем уже что? Ну, не спорь, не спорь, не спорь. Она это была, она. Все. Вот, у меня записано. Квартира 40, Красноармейская, дом 80, квартира 40, метро и аэрофорт. Ну? Звони. Ты звони. Да я тоже кляну. Посмотрели в церквице, нажали еще раз на звонок. Здорово. Что здорово? Звонок здорово. Господи, ты знаешь, можно подумать, у нас в Лоске таких звонков и нет вовсе. Пауза. Жулька подошла снова, нажала кнопку телефона. Звонок влянул. В квартире, очень неубранной, неухоженной, на кровати зашевелился дьявол. Встал заспанный, лохматый Данил. Бежит к дверям, к прихожую. Дверь открылась. Вышел Данил. Извините. Шеф. Вам кого? Перепись? Здрасте. Приветик. Мы приехали. Ну? Ну, приехали мы. Да откуда вы приехали? Чего кто звезет? Ну как? Из Свердловска. Из Свердловска приехали. К вам в Москву приехали. Вам ведь писал Александр Пономарев? А-а-а. А, этот? Писал, писал. Ну, вот мы приехали. Черт, мы так сами дадут, а. А, вы спите. Вы еще спите? Ну, спите, спите. У вас ведь еще рано, у вас ведь еще только 7 часов, да? А у нас в Свердловске 9. Вы спите, спите, а мы пойдем поприним. Правда, Надя, да? Правда. Да как мы пойдем? Давайте заходите, заходите. Дверь открыта, холодно. Заходите, проходите, давайте. Девчонки неуверенно вошли в прихожую, затем в комнату. Данил убежал в ванную, кричит оттуда. Не стесняйтесь, хозяева ищите. Ну, что ты как кулема-то стоишь? Почему я одна должна говорить с кем-то? Хоть ты скажи что-нибудь. Мне неудобно. В доме спать на потолке. Мне, думаешь, удобно? Вещи там можете где-нибудь положить. Вещи! Надя, вещи здесь можешь где-нибудь положить. Ну, Надя, будешь ты посвободнее. Что, ты-то будем сновлять, да? Какие там вещи у нас в сумочке через плащу? Дима, что говорят? А чего ты этот пановаря Александром пановарем назвала? Ну, со страхом. Они же друзья, а он еще друг, да, с кем-то, как мы ее позовем? Надя, гляди! Диван широкий, нам вдвоем мясо хватит. А его куда спать положи? Его? Ну да, его. На пол, куда? Ну, куда же еще? Конечно, на пол. Не нам же на полу спать. Мы ведь гости, к тому же девушка, он не будет спать на полу. А, правильно. А это что за взрывное устройство? Тихо. Это визуальная машина. Сам что ли бежит? Тихо. Хватит. Я вообще думала, что он наш однокодка, а он старый пьян. Ему сколько? Тридцать? Давай. Тихо. Из ванной вышел Данил. Данил около сорока, но выглядит он еще ничего себе. Один, кто молодой, по-молодежному, хорош с собой, улыбается, приветливо. Данил. Ну что, ознакомились, освоились, расположились, присаживайтесь. Пауза. Давайте знакомиться. Данил. А мы знаем, Надежда Королькова. Ай. Что? Током дернула. Данил. А, это моя подруга, Жуля. А, а меня не дернула. А, а, да что вы ее слушаете, Данил, всегда всякие. Глупости говорит, я Света. Света, очень приятно. А, почему Надя у вас так странно? Да не слушайте вы ее. А, понимаете, Данил, она так говорит, понимает. А, как бы вам это объяснить? А, в детстве меня все звали Джульеттой, а сейчас вот... А, понял. Сокращенно, значит, Жулька, да? Ну, вообще-то меня зовут Светой. Света я. Света Никонова. Данил смеется, девушки тоже. Очень приятно. Так. Вы, значит, из самого Свердловска. В слове Свердловск Данилка, впрочем, и все москвичи делают ударение на первом слове. И получается Свердловск. Да, мы из Свердловска. Из Свердловска. Ага, очень хорошо. Из Свердловска, значит. Ну, что же вы, девушки, располагайтесь. Сейчас я кофе сделаю, посидим, поболтаем. Да? Данил, пошел в воду. Что такое? Что это такое? Слушай, не ради бога, как ты себя ведешь? Что ты себе позволяешь? Ты что, с ума сошла? Ну, брось, Жулька, брось обижаться, брось. Я тебе не Жулька. Ты как собачку какую-то заберешь. Не Жулька. Но вы еще потом совсем обозорила. Только назови меня еще раз, Жулька. Я тебе вообще отговариваю. Перестану. Ну, какая у вас там погода в Свердловске? В Свердловске? Ага, в Свердловске. Хорошая у нас погода. Очень хорошая у нас погода в Свердловске. Понятно, понятно. Все с вами понятно, Марк. А у вас здесь в Москве хорошая погода была в последнее время? У нас на Урале наблюдались обильные снегопады. Говори, что мы что-нибудь все одна-то одна. Данил вернулся с гофья. Чайник сейчас закипит. А у вас в Москве погода хорошая. Обильных снегопадов не наблюдалось. Ну, ты ведь тоже там когда-то жил. Я ведь тоже там когда-то жил давно. Переехал вот. Ну, а вы зачем сюда приехали, а? Ну, так посмотреть, походить, увидеть все. Мы ни разу не были в Москве. То есть в столице нашей Родины. Сходить надо в музей, в театр, на Красную площадь. Понятно. То есть засветиться там, где москвичи никогда не были. Ну да. То есть у нас сейчас зимние каникулы. Мы ведь жулькой, то есть со светлой студентки. В сборном технике. Да? Ну надо. А вы знаете, мне бабушка сказала, я с бабушкой живу, сказала, ну, девки, поехали в Москву, пока разгореть тоску. Вот. Здорово вам бабушка сказала. А почему вы все время смеетесь? Мы что-то не так делаем, да? Нет, нет, все так, все так. Это я так просто, не обращайте внимания. Может, кофе? Наверное, у вас и денег-то полные карманы. Все в Москву скупите, да? Зачем нам деньги? Мы сами ездят золото. Замечательно. Прекрасно сказано. Звонок телефона. Алло? Кто? А, привет, сколько лет? Чего так рано? Нет, не спалирую, понятное дело. Сегодня суббота, рижский рынок ждет. Нет, Паша, нет. Да не хочу, да и все. Вот просто так, не хочу. У меня есть сейчас чем заняться и где творить. Я сяду за вязальную машину и творю, да? Напрасно смеешься. Не смеешься? Я же сказал тебе, нет. Я нашел применение своим талантом. Никаких дел, все. Извини, времени нет. Да, гости? Нет, не вера. Понятия не имеют. Ну к чему все эти разговоры, а? Я сказал, нет. Все, извини, некогда, пока. Пауза. Ну что, гости дорогие, кофе? Спасибо. А вы тут один живете, да? Да. Всегда мне во времени, но вам, Паде, ни к чему про это знать. Спать вам будет где-то, так что... Извините, мы просто... Вы не стесняйтесь. А, вы не стесняйтесь. Правда, Надя? Правда. Здорово. Имейте в Москве свою квартиру, да еще и с телефоном. Это же просто потрясающе. Нам все девчонки с курса так говорили. Имейте в Москве свой угол, то есть квартиру, где можно остановиться. Это большое-большое счастье. Правда, Надя? Ага, счастье. Поставить нужно. Что вы хотите? Ба, кемик? Акуджава. А, хоть даже и у самовара я и моя Маша. Женька захлопала ладоши, Данил включил проигрыватель, а Куджава запел. Тихонечко. Акуджава на арбатах. Пауза. Акуджава перехватила? Не знаю. По вашим меркам, может, и легко, а на наши пятницы. Почему по вашим? У нас очень большой город. Очень. Скажи, Надя, у нас сейчас население 1 миллион 300 тысяч человек. Триста. Нет, триста. Триста. На газете читала Джерни Свердловский. Это последние данные. Газета брать не станет. Насколько мне известно, газеты иногда не брут, а ошибаются. А наши советские газеты не ошибаются. Триста. Так что у нас совсем не провинциальный какой-нибудь городишка, а большой город. Столица Урала. Скажи, Надя, ага. Там еще есть такой завод большущий, да? Уралмаш называется, да? Уралмаш. У нас, если хотите знать, таких заводов целая куча. Скажи, Надя. Ага, куча. Вот. Я верю, что их там целая куча. Данил выключил проливы. Может, вам кофе, да? Чашечку, да? Ага. Чашечку. А сколько вы в Москве проводите? Ой, да недельку. Всего недельку только. Понятно. А, понимаете, нам ведь нужно обязательно сходить на музей революции, на Тарганку, в Третьяковскую галерею, побывать на Ваганинском кладбище у Сергея Александровича и Владимира Семеновича. А это кто? Ну, Джулька помолчал. Это Есенин, Высоцкий. Вы что, к ним не ходите? Да не, знаете, все как-то не соберусь. Вот еще нам надо съездить в Центр православия в город Загорск, побывать в Архангельском, потом в Остамкинском музее крепостных, потом в Алмхате. А в Уме и в Цуме? Ну, да, да, и туда сходим. У меня здесь все записано, абсолютно все. Все, я готовилась к Москве, я много читала. Я, наверное, Москву знаю не хуже любого другого москвича. А я ее, наверное, совсем не знаю. А у нас в Свердловске тоже есть ЦУМ, а рядом Пассаж, тоже магазин такой здоровый-здоровый. Еще у нас есть дом-музей Бажова, оперовый театр, театр оперетки, лаборатория музыкальных театров страны. Такой Пассаж. Ну, так что, может, вы отдохнуть хотели с дороги? Устали? Помаялись в одной? А, нет-нет-нет, фирменный поезд «Урал» гарантирует отличное обслуживание. Доложитесь отдохнить. А, нет-нет-нет, нам пора, Данюша, правда, Наляк? А, нам пора. Ну, дело хозяйское, наше дело предложить, ваше отказаться. Я все равно сейчас убегаю по делам, даже опоздал. Так что... Спасибо вам, а мы пойдем. Понятно, Надя? Что? Мы не будем терять даром времени, нам нужно успеть все сделать. У нас очень обширная программа, необходимо ее уложить. Ну, вот, вам ключи. Понятно? Это на случай, если вы придете, а меня не будет дома. Я сам бы вам показал Москву, но, во-первых, я сейчас занят, а, во-вторых, сам ее ниже никогда не знаю. Москву-бадушка. Все обычно как-то под землей, да, под землей. Вам ведь поверху она бегает, да? Да, да, нам нужно бегать поверху, мы сами, спасибо, найдемся, разберемся, спасибо. Девочки пошли в прихожую. Вечером вас ждут. Всего доброго. Провожает их. Девочки вышли на лисичную клетку-пливку. Дверь захлопнулась. Жулька, ты что? Ты что, ну ты что, совсем с ума сошла? Совсем уже, да? Ты что творишь? А что такое? Тихо, ты тихо, ты что делаешь? Ты что ему гуры строишь? Какие еще гуры? Ты что ему глазки строишь, говорю? Ты с ума сошла, да? Ты что творишь? Он же обманет эти москвичане, знаешь, какие? Ты с ума сошла? Ой, да тихо ты сама. Он еще услышал. Ну, пусть, пусть слышал. Нашел дурочек, что ли? Да нет, где же такое вито? Ну, где вито? Ну, он что думает? Мы профессионалы, да? Думают, что мы совсем уже ненормальные, из цветов, которые, да? Ты, ты с ним кокетничаешь. Ты вообще-то соображаешь, что не много. Что ты делаешь? Соображаешь, что ли клепок в голове не падает? Ой, да ладно ты жулька, брось. Что же по твоему лучше, как ты? Все не попадут, говорит, да? Ламаш, Кимаш, Пассаж, театр, лаборатория. Фу, мне даже стыдно. Стыдно было за тебя, что ты такая недалекая. А точнее, глупая. Ты умная зато далекая, да? Да, далекая. А ты тоже мне патриот родного города. Да, патриот. Патриот, патриот. И горжусь этим, горжусь. Не то, что некоторые. А вон что. Сверглос, сверглос. Какой черт ты был? Ну, Сверглос. А ты? Ты зачем сказала ему, что меня зовут Джульетта? Зачем? Прямо все ему сразу и выложила. Мать, я вам здрасте. Я перейдем. Я сказала, не Джульетта, а жулька. Это разные вещи. Чем более. Чем более. Смешно. Посмотри на себя в зеркало. Какая ты Джульетта? У тебя, смотри, сколько рискнувших на лице. У Джульетты, в принципе, такого не было. Это еще неизвестно. Это еще ничего неизвестно. Поняла? Это еще надо доказать, было или не было. Вот так уж. И вообще, да. Я понимаю, что ты со мной дружишь только потому, что я оттеняю твою красоту. Не думаю, что я такая дура. Что я ничего не понимаю. Я все прекрасно понимаю. Чего? Да, не спорь. Оттеняю. Ты прекрасно это знаешь, что означает это слово. Но это вовсе не дает тебе права, поняла? Никакого права ни морального, ни материального, а какие-то же пример и строить глазки всяким противным по первым попавшим сыном глазам и с плечам. Поняла? Или ты забыла, как говорят, не будь как роза ты горда, не будь как лилия бела, не будь как георгин красива, а будь как вы себя проста. Вот так вот. А теперь добавь, где одного не есть, а то на первой березе поменьше. Ну, хоть бы и так. Ну, ладно, Джулька, бросься. Признайся, честно, тебе тоже понравилось, да? Признайся. Что значит тоже? Что значит тоже? Да что значит тоже? Жулька, слышно, как поднимается лифт, девочки убегают, ругаясь, садятся в лифт. Вечер. На лестничной площадке горит свет. Часы в квартире Данилу пробили десять раз. Слышно, как подъехал лифт, открываются дыры и вбываются и отторжены, счастливые да безумие девчонки. Жулька кружит Надю. Жулька, ты течешь, как река, странное название. Нет! Ах, Арбат, мой Арбат. Ты моего святения сейчас умру от счастья. Слушай, Жулька, а некогда-то, некогда-то сколько? Кошмар! Мне ж надоело тебя каждый раз бок при встрече толкать. По горького пройти нельзя, по твердому тоже. Ведь на каждом углу, на каждом углу. На каждом углу. На каждом углу сколько, это же ужас. Ты знаешь, я обвидела, разглядела, у них все ладошки розовые-розовые, даже белые. Представляю, как у них морозы-то наши после Африки. В градусах 5 будет нагрузить, для них и то холодно. А если мы, как наши, Светлановские, под 50? Представляешь? Помнишь, на Красной площади, стене на Каравулах? Нет, я умираю. Ничего, мальчики, я. Высокие, здраведые. Мне один особенно понравился. Я даже заметила, какой на мои глаза скосил. А сама площадь, мамочки. Бурщатка синяя, стена красная, Василий Блаженный, цветной-прецветной. Ели, зеленые, аж голубые. Нет, и солнце, и снег. Никогда в жизни не забуду этого. До самой смерти буду помнить этот день. До самой смерти не забыть мне такое шансе. А вот это не надо. Ну, москвичи, москвичи, нет, я просто удивляюсь. Спрашиваю в метро, у дяди, а он где-то откруткнулся? Как проехать до площади Маяковского? А он не так выркнет, через одну на следующий. Непонятно, но главное, едет в том направлении, которое нам надо. А ты заметила? Заметила, что даже от этой толщей московской на меня внимания обращали? Заметила, нет? Нет, нет, да и солнечный себе взгляд какой-нибудь такой, знаешь. А что, я где-то очень даже ничего себе, очень даже по-московски не отличишь от москвичек. Правда? Жулька нажала кнопку звонка. Жулька, нет ли вы дома? Нету? Я не знала, чувствовала в мое сердце. Ну ладно, достой, ключ. Не потеряла? Ну что, с ума сошла? Ну скажи же. Надя паровалась с сумочки, достала ключ, долго возится с замком. Обе пыхтят, открыли дверь, вошли в прихожую. Жулька, нет у него включатель. Жулька пошарила по стене, включила свет, заглянула на кухню, даже в ванную. Обе облегченным вздохнули. Жулька, нету его, нету его, ура, Надя, пусть как дома. Смотри, какая-то записка лежит, может быть, нам? Приду поздно, все, в холодильнике, ложитесь спать без меня. Надя на ходу раздевается. Борчит, давай, слушай, Жулька, я устала как собака. Жулька, я тоже как собака устала. Слушай, Жулька, а ты думаешь, удобно будет, если мы вяжем на диван, а его на пол подойдем? Я тебе же, кажется, говорила, я здесь сто раз по треке собираюсь, скажешь тоже. Он ведь мужчина, а он и девушка, потому что гости ему спать на полу. Все, Жулька укрепляется на диване. Какая-то все-таки квартирка хорошенькая. Смотри, у него на балконе велосипед. Тебе нам обернутый. Он, наверное, велосипедист, ага? Как ты думаешь, велосипедист? Вот мы с тобой в дуры. Мы спросили у него, чем он занимается, где работает, где учится. А тебе бы на Марине говорил, чем он занимается? Нет, не говорила. Я же, мол, ты спросила, а ты даже не знала? Нет, мне тоже не говорил. Сказал, что просто хороший знакомый, бывший наш земляк, и все. Он на ливанной студентке. Не спеши меня, пожалуйста. Ему сколько лет? До семнадцать с половиной? Ага, после семнадцатого года. А на Маре тоже старый пер. Ну и что? На Маре 27, он еще не совсем старый пер. Надя, это раз. Но второе, студенты так и живут в отдельных квартирах. Ну, тогда он работает где-нибудь на какой-нибудь такой должности. Ну, на какой-нибудь такой, необычный. Ну, ты почему же? Ну, и ты начинали-то по глазам. Может быть, он спортивный тренер, велосипедиста тренирует. А? Жук, ты слышишь или нет? Слышу, слышу. А может быть, он инженер или какой-нибудь экономист. А, Жулька? Ага. Девочки разделились, ведли в постель. Ну, Пономарь, хитрюга. Ох, хитрюга, ох, Жук. Как он с тобой надежда бегает? Это ведь просто слов нет. А адрес ведь этот дал только потому, что ты ему нравишься. Да-да. Ты хоть поняла, почему он тебе дал адрес? Да, бегает. Ну, и пусть плевать. Мы могут их такие. Смотри, Надька, добросаешься. Мне бабушка знаешь, что говорила? Ой, да ладно, мне это по-настоящему до лампочки. Зачем он мне нужен? На 10 лет старше. Ну, приятно, конечно. Ну, не более. К тому же он не стихи сочиняет. Приятно. Ну, и все. И все на эту тему. Ты у стерки сподвижишь. Как хочешь, я могу из края влечь. А, ладно, я тут люблю. Девочки залезли под одеяло, только головы торчат жутко. Ну, Третьяковка, я вообще обалдела. Просто даже не верится, когда смотришь на картины, что их рисовал Репин, Королин, Маковский. Просто даже не верится, что когда-то эти люди стояли вот так вот у картины с кистью, у этой самой картины. И не верится, что эти все мои картины напечатаны в учебниках, а теперь эти вот так вот стоящие гусенили. И хоть бы что. А я бы на месте москва че с утра до ночи каталась на метро. Все гудит, фырчит, фырит, едет, спускается, поднимается, воздух откуда-то дует. Двери закрываются, двери открываются. Следующая остановка — аэропорт. У нас в Средневоскопе тоже скоро не проводят. Еще, может быть, получше этого, московского. Неправда. Везде всегда говорится, что московский метрополит это самый лучший в мире. Знаете, что, Надя? Изучай, это не философия, поняла? Там есть закон отрицания, а отрицания вот так вот. Ну и почему здесь закон? А при том, что в нашем метро будет все раз лучше. Ведь сейчас новые техники далеко шагнули вперед. Везде компьютеризация, автоматизация, информация. Так что не спорь, в нашем метро будет гораздо лучше. Мы тогда с тобой у нас дома с утра до ночи будем на метро кататься. Ага. Ага. Ладно, спи, давай. Завтра с утра опять побежим. Ой, ноги мои отламываются, силушки мои нету. А он придет на пол вяжем, да? Я же тебе сказала. Кто раньше встал, то вошь сапоги. Он же сказал, ложь здесь спать без меня. Все, спи. Спи, я тебе сказала. Тишина. Девочки засопели. В комнате был мрак, тикают часы. Их редко с улицы доносятся ночные звуки городской жизни. Где-то далеко-далеко мигает реклама. Открывается входная дверь. Девчонки разом подняли голову. Надя. Кто? Аня пришел. Тихо. 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 Продолжение следует...